Я в однополой семье, прямо напротив. Они вас не обижают? То есть за трехкомнатную квартиру вы платите тысячу, ну в гостиной две спальни. Не, ну после девятиэтажки в Минске это здорово. Это Яна, Яна очень стесняется, она никогда не была на видео. Ты даже на полюте есть не была? Я из Беларуси, у нас нет полюте. А, понятно. И мы сейчас пойдем смотреть на жилые комплексы. Так, а вы такие клевые на велосипедах, да? Ну я предлагала велосипеды, могли бы подготовить, два бы нашли. Это попало на камеру. Так, хорошо, ты приехала из Беларуси. Да, ну вообще, вот я расскажу. Если раньше, например, в Германию была миграция, это переселенцы. То есть те, которые могут доказать, что у них там мама, бабушка, кто-то там немец. Приезжали. То есть сейчас идет в Германию иммиграция трудовая. Иммиграция, наверное, это называется. Трудовая. То есть они сделали такое блаукарты. И получается, что люди, у которых хорошая профессия, они могут сюда приехать и здесь работать. Так, а ты чем занимаешься? Я пока ничем, я только закончила. Трудовая миграция, у кого хорошая профессия, можешь туда приехать. Мы приехали и ничем не занимаемся, ходим на демонстрации. Нет, муж программист и, на самом деле, вот у нас много иностранцев живет. И там еще живут три русские семьи. Тоже программисты папы, мамы ничем не занимаются. Есть одна семья ученых. Есть одна семья ортопед. Ну, то есть врач. Так, а почему вы сюда вообще переехали? Это все мой муж. Нет, я имею в виду не в Германию. В Германию, понятно, именно в этот район. Когда мы приехали в Берлин искать квартиру, все, что там было, нам не понравилось. То есть мой муж, его зовут Андрей, он сказал, что он не будет жить таком. То есть то же самое, что у нас, от чего мы уезжали. От совка, скажем так. И мы стали искать другие варианты. И вот этот нам вариант понравился. Ну, и мы не жалеем, потому что получается, что здесь намного меньше мигрантов. Ты против беженц? Нет, я не против. Я абсолютно нормально отношусь. Мне, кстати, наоборот, здесь мнение о них изменилось, потому что я закончила интеграционный курс. Это значит, что я ходила, изучала язык. Потом все о Германии именно с вот этими беженцами. Ну, и также с переселенцами. И наоборот, я удивилась. Для меня открылась, например, Афганистан по-другому. Я всегда думала, что там какие-то, ну, отсталые люди, скажем так. А на самом деле там вполне образованные люди живут. Вот они ходили со мной на курс. Все знают английский. То есть, ну, вообще, совершенно другое отношение у меня. Что такое, куда мы приехали? Пришли. Это, получается, комплекс жилой, где сдают квартиры. То есть, он был специально построен. То есть, он полностью под аренду? Да. Купить здесь нельзя? Да. Здесь нельзя, напротив, дома можно. Ну, они немножко отличаются. Ну, вот мы можем... Хорошо. То есть, вот у нас один ключ от всего. Везде, где мы будем заходить, и где вот это. Ну, на самом деле, тут иностранцы же там, поэтому иногда бывает немножко некрасиво. То есть, здесь пластик, вот, что сюда выбрасываем. Всю упаковку. Угу. Здесь, ну, соответственно, бумага. Здесь то, что ты не знаешь, куда выбросить. Здесь биоотходы. Открывать? Нет. Ну, мы, на самом деле, если раньше не разделяли, то сейчас даже вот картошечку, вот эту шкарлуку я сюда выбрасываю. То есть, ты теперь все сортируешь? Да. То есть, вы здесь паркуете велосипед, и никто его не украдет? Ну, на самом деле, мы прячем вниз, но кто-то здесь оставляет. Тут все люди оставляют на первых этажах, никто ничего не прячет. То есть, у каждого свой участок. О, слушай, прикольно так у вас. А там какой-то робот есть, да? Да, он траву косит. Робот косит траву? Да. Тут, кстати, конопля растет, ну, такие большие кусты. Угу, правильно. Да. Сколько аренда стоит? Ну, вот у нас 3-комнатная квартира, где-то там 60 с чем-то. 1000 евро стоит. 1000 евро стоит. 1000 евро в месяц? Да, 1000 евро в месяц. Туда все входит, мы отдельно только платим за свет. Тут две однополые семьи, прямо напротив. Так. Одни без детей, другие с детьми. Ты так прямо говоришь, шепотом об этом вдруг кто узнает. Нет, ну, может, они русские знают. И как? Они вас не обижают? Нет, они просто без детей. Это просто родственная семья, они каждое утро завтракают, каждый день вместе. У нас, получается, окна, ну, мы вообще их не закрываем. Тут, ну, редко кто шторами пользуется, жалюзьми. Ну, и как бы все видно, готовят, есть вечеринки ночи. Ну, как бы я совершенно по-другому стала к этому относиться. Хорошо, а если они начнут целоваться, и твой ребенок это увидит, как ты к этому отнесешься? Ну, не знаю, он может заметит, спросит что-то. Ну, я тогда решу, что сказать. А что ты не скажешь? Ну, я не думала об этом. Что-нибудь придумай. Ну, объясню, а что это? Дядя умирает, а другой искусственное дыхание нет. Вот эти, кстати, дома, здесь продают квартиры. Но, опять же, те, кто купил, они уже не сама компания, а сами люди и создают в аренду. Ну, то есть, как бы пройти можно сбоку. Вроде, фореш шале. Тут они его приспособили под растения, так как тут можно костер рассадить. Нет, ну, после девятиэтажки в Минске это здорово. Ну, я думаю, это в любом случае. Даже после квартиры в центре Москвы, я бы сказала, это тоже здорово, потому что это природа, самое главное. Ну, все по фамилиям. Вот эти, вроде, дома построили для студентов. За 45 квадратных метров 500 евро. Здесь называется Линден Парк. Здесь проходят разные мероприятия, кружки есть, концерты. Две недели назад была русская дискотека, когда мы не ходили. А здесь получается скейт-парк. Ну, и такие полощадки детские. Можно сказать, посмотреть скейт-парк. Вот это получается садик. Его тоже построили специально к этому жировому комплексу. И вот туда ходит Даниэль. Получается, ну, абсолютно здание под садик. Садик платный. Да, с зависимостью от зарплаты. Мы платим... Так, он сейчас... Тут так интересно. Ребенок может ходить, если родители не работают, только 6 часов. Он имеет право на 6 часов. Если работают, ты должен брать специальные бумаги, доказывать, что ты работаешь. Тогда можно ребенка на 8 оставлять. То есть, ты просто так не займешь место. Я понял. Так, и сколько стоит садик? В зависимости от зарплаты. То есть, кто-то... Кому-то платят за сад. Мы платим сами. Это стоит 195 евро в месяц. Угу. Но на ребенка же, на каждого, даже несмотря на то, что мы приехали сюда, не получаем какие пособия, на ребенка нам платят здесь. Пиндергельд. Это 200 евро в месяц. На каждого ребенка. А, то есть, в принципе, этого хватает, чтобы отправить его в садик. Да. То есть, он покрывает сад. Этот расход. Вы не граждане Германии. Мы не граждане Германии. Мы вообще никакие пособия, ни на что не имеем права. Но на каждого ребенка здесь платят 200 евро. И за эти 200 евро ты можешь его на весь день давать в детский садик? Ну... Да, если... На 8 часов? Нет, на 6 часов могу. С 3-х лет он имеет право. Ну, не буду говорить со скольки. То есть, на 6 часов только он имеет. Когда я ходила на курсы, мне нужно было 8 часов. Я доказывала, что у меня курсы. И он был здесь 8 часов. Ну, 8 часов все равно мало. А если ты работаешь на полный день? У тебя только рабочий день? Ну, садик только до 5 работает. Как хочешь, выкручивайся. В основном, здесь все мамы работают только тайл сайд. Это половируемый день. То есть, мама не может работать на полный день? Ну, кто-то работает. Няня, я не знаю. У нас одна старшая сестра забирает. Так, то папа, то мама. Но они как-то распределяют между папой и мамой обязанности по ребенку. То есть, в основном, тут даже папы кусаются. Или мамы, которые с маленькими детьми. Такая система. Это обычный стандартный садик. То есть, тут они ничего не делают. Только играют. Там, книжки читают. То есть, ну, вообще, детей ничего не заставляют. Ну, какие-то поделки. Хочешь – делай. Хочешь – не делай. Не хочешь – есть – не ешь. Не хочешь – спать – не спи. То есть, ну, вообще, никакого принуждения, насилия. Ничего. А что будет, если застеклишь балкон? Ну, не знаю. Наркудрид скажет – нет, нельзя. А кондиционер повесить? Ну, тоже нельзя. А у вас есть кондиционер? Нет, конечно. А если вы захотите повесить кондиционер? Ну, я не люблю кондиционер. Мне не нужен. Вот так вот. Ты себя убедила, что он тебе не нужен? Да. Вот до чего довели вас. Суровые немецкие законы. Вот. Это, типа, детская. Ну, еще у нас шкафа нету. Поэтому… Мы что-то лучше у тебя холодной. Просто покажу. Вот такая маленькая детская. Угу. Есть еще вот такая одна комната. Угу. Вот тут у нас гитары там. Сколько метров всего квартира? Маш, ну, 60 с чем-то. Вот мне нравится вообще. Ну, какой-то паркет, что-нибудь. Даже какая вот стыковка, видишь? Угу. Ну, вот такая одна была. Угу. Класс. И это все было? Да, все было. Кроме стиралки. Стиралка наша мы купили. А, стиралку мы купили. Да. То есть за трехкомнатную квартиру выплатят тысячу? Да. Это трехкомнатная? В смысле? Да, еще две спальни. Ну, гостиной две спальни. Да. Вот такой вот балкончик. Балкон большой, здесь метров шесть квадратных, да, наверное? И вон там некоторые грили ставят себе на балкон. Видите, там такие вот маленькие грили стоят на балконе. Вот. Очень крутой двор. Ну, понятно, что никаких машин нет, это даже не обсуждается. Посмотрите, все равно, как уютно все сделано. Вот первые этажи, они имеют свои участки. Везде газон, при этом газон, на который можно играть. Ничего не огорожено забором. Но и само пространство сделано так, что там приятно находиться. То есть это, как я говорю, такой критерий, да, когда вам самим хочется выйти и провести там время. Куда мы едем? В гараж. Прямо из квартиры. Ваш гараж? Ну, в общий гараж. У каждой семьи своя. Ничего себе. Так, ну-ка. Вот они такие. Только, пожалуйста, не потеряйтесь. То есть в подвале у каждой семьи своя кладовка? И где ваша кладовка? Только не говорите, что у вас там картошка? Да, нет. Картошки нет. Откуда у вас столько велосипедов? Вы, случайно, не велосипедный вор? Нет. Нет, конечно. Так, ты за 1000 евро, ты получаешь колясочную, ты получаешь в подвале хранилища, квартиру и все. И еще для велосипедов. Место в парковке 70 евро. Да, 80, не знаю, не больше 80 точно. И еще есть, где велосипеды оставлять. А, еще есть велопарковка. Сколько нужно, смотри, чтобы семья, два взрослых и один ребенок комфортно жила? На что, на продукты? Вообще. Чем больше, тем лучше. Ну, наверное, 1000 можно... Давай так, минимальный прожиточный минимум. Смотри, на месяц проездной до Берлина. На серии до транспорта. И в Берлине, здесь в Потсдаме, на трамвае, на все, на S-Bahn 100 евро. То есть, нужно два проездных, уже 200, давай считать. Ну да. 200 евро. А 1000 евро квартиры, 1200. Еще соточка за интернет коммуналку. Нет, подожди, за квартиру все вместе может 1100, 1150. Да, ну хорошо, уже 1350. Да, садик 200. 1550. 500 на продукты, допустим, две. Вы так особо есть не будете. Развлечения дорого здесь. То есть, когда вы поехали что-то купить, это дорого. Что... У нас пока, вот видишь, мебель надо это все купить. Ну понятно, ну чтобы вот так вот выживать, нужно где-то 2,5 минимум. Да? Да. Но можно же квартиру снять за 500, правильно? За 600 можно снять квартиру. Она будет там, ну в каком-то старом месте, ну тоже нормально, прилично. Келлер будет. Вот. Поэтому... Ну, лучше... Ну, понимаешь, тут сразу, если ты один здесь живешь, тут сразу другой налог. По-моему, тут сразу 40%. То есть, вообще... То есть, одному невыгодно жить? Да. Ну, то есть, должна быть семья. То есть, нужно... Или с мужиком можно. Ну да, наверное, вот они поэтому и объединяются, мне же налог платить. Кстати, хорошо подмечено. Потому что... Пока ты их не застукаешь, не докажешь. А вы докажите, что вы геи, а то мы... Может быть, вы там объединились? Ну, да, может... Спасибо Яне. Яна молодец. Значит, еще раз напоминаю, если кто-то хоть что-то плохое напишет в комментариях, мы каждый комментарий будем проверять. Не забудьте про лежак. Сразу, сразу бан. Это был район, в котором живут простые немцы из Белоруссии. Так, а мы с вами пришли в новый район. В Берлине, район новой застройки. Тут довольно интересно, потому что жилье разного типа. Есть таунхаусы, есть многоквартирные дома, есть высокие, есть невысокие. В общем, то, каким современные жилорайоны должны быть. У них очень крутое благоустройство. Я здесь был несколько лет назад, когда они только открылись. Вот, смотрите, как сделаны двери. Въезд в гараж. Пассатаж. И каждая решетка, она уникальная. То есть, везде разный принт. Вы, кстати, посмотрите на тротуар. Всего та же традиционная немецкая кладка. С этими бетонными плитами, которые вот так и тромбиком идут, и брусчаточка по краям. Обратите внимание, что нигде нет открытого грунта. Все засыпано гравием, где была бы земля. Следующий подъезд. И здесь тоже своя решетка. И здесь написаны фамилии, кто здесь живет. Номеров в квартире нет, только фамилии. Вот тут есть как новые здания, так и переделанные под жилье из бывших. Здесь какая-то была промзона. Вот что можно было переделать под жилье они переделали. А вот это, видимо, было какое-то раньше здание, которое они переделали. А справа это вот новое. Так, а здесь в газоне такая яма для сбора воды. Вон за дороги в нее идет желобок. Там скорее всего уже все дальше продумано, дренаж, и это уходит у нас в канализацию. Здесь уже у каждого свои мусорные баки индивидуальные и парковочное место небольшое около входа. Внутренние дворики, сады. Довольно большой, кстати, там двор. А вот это уже более старые дома. Тоже такой же конфигурации. Четыре этажа, таунхаус, отдельный вход. Но здесь уже все так заросло. Более обжитое. У них мусорные баки здесь свои, маленькая парковочка под маленькую машинку. И опять вот дренажные такие ямы. То есть весь водоотвод у них не в ливневую канализацию, а вот такой вот эко-дренаж. Да, вот это с моста такой спуск довольно резкий. И чтобы велосипедисты не разгоняли большую скорость, тут сделаны такие вот барьеры. И им приходится объезжать. Вот сейчас они поедут и приходится, видите, сбавлять скорость. Чтобы никто сильно не разгонялся перед дорогой. Потому что там дальше дорога и можно разогнаться и вылететь на дорогу. А так ты просто убьешься об этот барьер. Ставьте лайк, пишите в комментариях, как правильно Белоруссия или Беларусь. Я знаю как выпросить у вас комменты. Подписывайтесь на канал, распространяйте это видео. Не забывайте про колокольчик. И в описании к видео есть ссылки на другие ролики, где я рассказываю про разные районы в России и за ее пределами. Всем пока! Попрощайся, Анвар! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Игорь Негода